меня зовут сергей рубцов я учусь в канадском вузе шеридон колледж на бакалаврате программа bachelor in engineering mechanical engineering я с детского сада моя мечта была стать инженером и именно это стало моей главной мотивацией по поступлению в канадский колледж именно по программе инженерии мы решили посетить выставку которая проводила стадии в отеле интерконтиненталь на которой были представлены разные вузы с различных стран мира с целью узнать о возможностях и перспективах дальнейшего обучения за рубежом на этой выставке решил выбрать канаду как свою будущую страну где буду получать образование поскольку мне понравилось то как была представлена канада на этой выставке как относятся к эмигрантам в этой стране и разнообразие вузов которые можно поступить в канаде соответственно после этой выставке возникло желание посетить эту страну и на себе прочувствовать как течет там жизнь летом 2016 года я отправился в групповую поездку от стадии в канаду где мы проживали в семьях принимающая семья в которой я жил была многоциональная и они являлись эмигрантами из македонии в канаду благодаря этому я смог изучить их опыт как вообще происходило их ассимиляция в этой стране и насколько будет сложно мне повторить их опыт также эта поездка дала мне понимание о том как проходит образование в вузах канады поскольку мы посещали многие колледжи и университеты в особенности меня поразил шеридон колледж что меня в нем поразило оборудование и сам вид кампуса мне очень понравилась атмосфера которая там есть это как студенты целенаправленно готовится к своим урокам также меня поразила колоссальная разница между условиями украинских вузов и вузами в канаде именно поэтому я уже окончательно решил что моей целью в жизни на данном этапе будет поступить в шеридон колледж в канаде вернувшись группой поездки мы стали задумываться что же нужно сделать для того чтобы поступить в этот колледж понятное дело нужно сдать ielts но как готовиться к нему я не знал поэтому я решил поступить на курс academic start от study academy который состоит из трех частей первая часть у меня была это advanced english вторая часть подготовка к ielts и третья часть academic module это то что готовит к самому обучению за границей первый модуль дал мне возможность улучшить свои знания английского языка и подтянуть уровень на тот который мне будет достаточно чтобы сдать ielts сдал я на 80 процентов advanced module и следующим этапом стала подготовка к тесту ielts которая проходила 2017 году подготовка проходила два месяца и изначально я был очень уверен своих возможностях как же буду сдавать этот тест но с каждым занятием наш преподаватель анна киселева внушала уверенность и показывала различные методы как пройти каждую из этих частей теста после двухмесячного образования я пришел на экзамен с полной уверенностью в том что я его сдам хорошо сначала был спикинг я нервничал немного запинался но все равно смог пройти этот этап дальше была самая сложная это письменная часть а именно риген вы санин и райтинг очень сильно я волновался по поводу риген поскольку она считается одной из сложнейших частей для иностранных и для иностранных студентов но как ни странно я сдал на лучший балл а именно на девятку в конце концов мой средний балл павелцу получился 7 и 5 что позволяет мне поступить в любой иностранный вуз и на третьей части академик старт я получил навыки как писать академический эссе как презентовать себя и свои проекты также правильно располагать своим временем и что немаловажно смог понять разницу между обучением в украине и канаде в итоге мне удалось поступить шеридон колледж на программу бэчелор инжинируем и кеникал инжинирин и я уже начал свое обучение там было довольно таки тяжело поскольку за свой образовательный путь я не только изучал английский но и принимал участие в различных школьных олимпиадах связанные с английским языком и с физикой и с математикой занимал призовые места как на городе так и украине и также 2017 году я писал научную работу связанную с программированием которая и помогла мне поступить в шеридон колледж на программу инженерии в этом году у меня появилось больше времени для саморазвития поскольку я уже сдал ielts и я начал заниматься волонтерством то есть я присоединился команде которая организовала моя сверстница и мы ездим по детдомам помогаем деткам и дарим им подарки и общее счастье я сейчас обучаю шельдоне мне очень нравится там учиться это очень интересно и вот сейчас приехал на рождественские каникулы к своей семье но через пару недель уже буду возвращаться и приступать к дальнейшему своему обучению на будущее я хочу стать профессиональным инженером и помогать людям создавать новые находки которые будут помогать людям жить это довольно таки амбициозно но благодаря моему трудному длинному образовательному пути я считаю что у меня есть возможность и я чувствую себе силы воплотить свои мечты в жизнь всем пока